здравствуйте друзья сегодня хотелось бы рассказать об этом датчике вот недавно ко мне пришел буквально вчера это датчик влажности почвы ул69 вот так вот он выглядит сам щуп датчика и сам контроллер датчика значит подключается он двумя проводами щупа к контроллеру и от контроллера уже три пина идет точнее четыре идет но ты задействуется при подключении к arduino вот значит какие у нас плюс-минус аналоговый выход и цифровой вот аналоговый выход служит для как бы для передачи значений на ардуино вот и там уже собственно управлять можно этими значениями точнее и не управлять а принимать принимаете значения можно какие-нибудь действия выполнять вот а цифровой пин служит для подключения без ардуино то есть допустим напрямую мы подключим к нему реле вот и будет работать да что датчик этот делает вообще то есть он реагирует на влажность то есть как только там влажно на концах он подает определенные значения вот и собственно оповещает нас либо влажная почва допустим если он вот так вот вставлен в почву да либо же она сухая и требует полива вот его еще можно каким образом задействовать да можно допустим если у вас подвал допустим частном доме где-то на болотистой такой местности где точнее не на болотистой а где рядом там болото например у всех практически после зимы затапливается подвал это вот я наверняка знаю наверняка но так и есть вот что можно сделать можно подключить этот датчик к примеру вот так вот вот у него тут есть два ушка привинтить к примеру дайте ушки к стене вот так вот поставить датчик вот и собственно запрограммировать его так что вот уровень воды вот так начинает повышаться как только он там какой-то отметки у нас достигнет но сами зададим включить реле крыле подключено допустим насос и можем эту воду легко откачивать вот собственно я как сделал с этим датчиком чтобы поиграться я подключил к нему 8 диодов вот и значит собственно чтобы просто проверить его реагирование у нас будет чем больше воды и влаги тем больше диода будет у нас загораться сейчас я вам это продемонстрирую вот что еще на этом датчике есть резистор резистор подстроечный то есть он служит для того ну чтобы значение как бы откалибровать отверточкой да и чтобы более чувствительным было или менее как вам угодно вот два две индикатора два индикатора один индикатор служит для того чтобы показывать включен у нас датчик или нет второй индикатор у нас служит для оповещения что датчик сработал вот то есть смотрите что что нам понадобится для работы вот я еще у меня как бы ложки нету здесь вот я взял баночку с водой обычную банку с водой то есть мы будем датчик опускать в воду и смотреть как диоды у нас будут загораться вот что для подключения диодов значит у нас диоды подключены плюсом от 11 пина ардуино к четвертому включительно то есть 8 диодов получается минус естественно у нас к минусу подключен ардуино вот все все диоды запитаны через резистор 220 ом наш датчик я подключил к аналоговому пину на ардуино а 0 вот ну что ж давайте сейчас я включу вам ардуинку и посмотрим как это все работает то есть вот я включил вот видите индикация пошла вот и начинаю потихонечку опускать точнее хопа видите у нас диоды загорелись слишком влажно вытащил диоды потухли вот если постепенно окунать допустим чуть-чуть чуть-чуть вот диод 1 загорелся 2 3 4 вот видите то есть у нас получается уровень воды в принципе мы четко можем показать сколько у нас воды именно датчик да слишком у нас избыток воды допустим в ложке или нет то есть окунули посмотрели избыток да вот когда уже допустим остался там один диод или там то можно значит полить еще вот то есть вот так вот датчик это работает очень интересная штука да можно не только как бы в поливе использовать но и в затоплении то есть очень интересно именно уровень воды смотреть прям замечательно мне кажется очень полезная штука вот как он работает то есть чем больше у нас чем больше влажности тем у него меньшее значение на аналоговому пину вот тем самым мы можем через это как бы его откалибровать то есть засунем его в банку с водой например вот так вот да по вот эти риски определим какие значения у нас показывают на этих рисках да запишем их к примеру и все и сделаем скетч так что как только эти значения достигаются включить реле вот сейчас перейдем на компьютер я вам там покажу скетч который набросал именно под эти диоды точнее не особо я набросал да его немножко подкорректировал а так как бы скетч я позаимствовал на сайте одном который нашел в поисковике вот но что друзья давайте перейдем на компьютер вот там я вам дальше все расскажу как это что работает так друзья но вот у нас так выглядит схема подключения вот у нас диоды и не подключены вот у нас конец томпе новичка тому девятому восьмом и седьмом и шестом пятом и четвертом ардуино вот все через реестры 220 ом у нас включено минус у нас 1 вот сам у нас щуп вот подключен к датчику двумя проводами полярности тут не имеет его и так и так переставлял разницы никакой вот датчик сам подключен плюс у него плюс минус к минусу питается он от трех и трех до пяти вольт поэтому в какой вы пин питания подключите значение не имеет либо к 3 к 3 либо к 5 вольтам и аналоговый пин у нас подключен к а0 вот и все подключение собственно довольно таки простое так но вот он у нас скетч что у нас тут скетча я могу сказать но объявляется аналоговый пин а0 к которому подключен датчик значит контакты подключение светодиодов индикации тут сразу одной строчкой записаны то есть у нас в скобках 8 диодов и получается вот подключение 11 10 9 8 7 пин 6 5 4 все пины подключены значит создается переменная для сохранения значений датчиков вот и переменная количество светящихся светодиодов до 8 у нас получается значение полного полива то есть это значение при котором у нас максимально загораются все светодиоды это у нас 240 а значение критической сухости то есть у нас будет оповещать когда у нас нет никакой влажности это 600 все что выше это уже как бы сухо вот и ни один диод не загорается объявляется что у нас сериал беденов для 9 600 то есть скорость у нас ком порта будет 9 600 что у нас будет выводиться в него далее настройка выводов индикации светодиодов в режим output то есть у нас получается вот такая вот формула вот и пин мод у нас будет с значением ай то есть ай это у нас все как бы диоды да режим output у нас вот далее что у нас пошло значит получение значений с аналогового вывода датчика вот далее это все выводим в ком порт далее масштабируем это все на 8 светодиодов то есть как мы видели то есть у нас тут получается вот переменное количество светодиодов да она отсюда значит берет значение и максимальная и минимальная высчитывает да и получается у нас сколько диодов она будет у нас зажигать либо ноль либо там все восемь вот далее итак это еще формула вот ну и получается что у нас если как бы есть влажность то у нас загорается светодиоды да или же если нет ничего то тухнет опрашивает датчик у нас течение одной секунды каждую секунду у нас собственно датчик опрашивается вот такая вот собственно простая схема единственная тут заковырка конечно это вот с этими пинами да все таки это как-то в строчку записано тяжело для понимания я бы так сам честно не написал бы я еще до такого не дошел вот но тем не менее все как бы работает все замечательно вот смотрите открываем ком порт монитор вот сейчас видим значение тысячу двадцать три это сейчас у меня датчик полностью сухой вот и значение не меняется давайте его наверно возьму возьму вот и опускать буду потихонечку в баночку и как у нас значение будут меняться вот икончики опустил глубже вот видите пятьсот двенадцать и так далее вот ниже 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 вот это собственно вот его полностью щас окунул вот то есть видите да чем как бы дальше его глубже опускаем тем значение у нас меньше показывается вот хлоп вот видите да но вот так вот он собственно у нас датчики работает то есть отсюда мы можем по какой риске вычислить да какое то значение к примеру нам нужно задать его да по какому то мы там будем оповещать что у нас затопление или включать насос или так далее то есть все у нас нашей смекалкой только заканчивается вот смотрите еще какой момент такой то есть можем вот мы подключили диоды тут да но за место диодов мы можем подключить реле к какому нибудь пину и то же самое командами включать выключать реле то есть все даже из этого скетча можно сделать что то более серьезное как бы полезное в быту так друзья ну что ж ссылку я в описании оставлю на этот датчик на сенсор шилд для удобства подключения кардуина на диоды на резисторы на макетную плату на контактные провода на все на свете оставлю ссылочки кому интересно что то заказывайте пожалуйста какие то вопросы есть в комментариях тоже спрашивайте скетч я тоже в описании оставлю переходите скачивайте играйтесь вот ну собственно на этом я думаю стоит закончить про этот датчик пока может быть что нибудь еще и придумаю и его обязательно в какой проект внедрю и покажу вам ну что друзья до новых встреч всем пока